Ну вот мы и приехали, такие опять лысые и слегка загоревшие, точнее не слегка, знаете, две недели загорать под солнцем, практически на экваторе, это стопроцентное удовольствие, жалко, что загар быстро смывается, но ничего, его можно здесь закрепить. Можно дальше поехать? Поехать куда? Поехать в Турцию или в Таиланд? Вместе с кем? Вместе с центром туризма и микрофинансирования, который располагается здесь, на Карла Маркса 95. И вы не смотрите, что я вот одел слегка непрофильную футболку от Сбербанка России. Сбербанк России передавал мне приветы, особенно начальник его кредитного отдела, настолько приветы передавались, что пришлось дело поиметь даже с очень уважаемым и хорошим человеком, судьей Ленинского района. Ну так вот, со Сбербанком мы как-нибудь разберемся, а если у вас кредитные истории попорченные, допустим, да, ну такое случается, а охота отдохнуть. Ну, кредитные истории можно все-таки упрыть, хотя это достаточно тяжело, а вот деньги на отдых брать надо вот здесь. Перед началом этого путешествия с центром туризма и микрофинансирования послушайте, пожалуйста, небольшое введение. Все то, что вы увидите в дальнейшем, было бы немыслимым, если бы в мире не сохранились понятия честности, открытости и трудолюбия. Если бы в детстве кое-кто не изучал иностранные языки, если бы деньги валились рекой, а не зарабатывались потом и кровью, если бы мы не обращались к профессионалам и сами бы не являлись таковыми, такого чуда мы бы тоже не увидели, ибо профессионалам доверяют и в Магнитогорске, и в Хургаде, да и везде стиль их работы виден легко. Если бы недолбанное банковское издевательство, как над простыми гражданами, так и в большей части над бизнесменами, не имело бы места в России, мы бы никогда не познакомились с центром микрофинансирования и туризма. Если бы мы прожидали до сезона, а им Египет по незнанию считают с октября по май, ничего бы у нас не получилось. А теперь о тех ошибках, которые мы избежали. Ну, во-первых, когда денег нет, а мозги кипят от перенапряжения, расслабляться все-таки нужно, и лучше это делать за рубежом. Во-вторых, когда денег нет и банки не дают, а вы еще и тур хотите прикупить в Центре туризма и микрофинансирования на Карла Маркса 95, вам оформят кредит, да еще и на льготных условиях подберут конкретный тур-вояж. В-третьих, если у вас есть калькулятор в голове, и вам несложно посчитать, что вылет из Москвы чаще в два раза дешевле вылета из региона, а добраться до столицы и без услуг доходящего до фантастически нереального уровня цен Магнитогорского аэропорта можно и за сутки, и за полторы поездом. И что еще дешевле автомобилем, благо дороги сейчас позволяют ехать с достаточным комфортом. А теперь четвертое и главное. Мы сегодня на месте можем подобрать полный комплекс местных туристических развлечений, учитывая чартер до места, уровень обслуживания и наличие заранее оговоренных экскурсий по ценам в два раза ниже, чем у встречающего туроператора. Все это стало возможным только благодаря интернациональной дружбе между профессионалами Магнитогорска и Хургады. Как это будет выглядеть на практике? А вот так. После процедуры покупки тура, оформления кредита, уточнения, куда вам необходимо поехать, вы по прилету и размещению в отеле посылаете нам только одну смс-ку с номером вашей комнаты. И в ближайшее время с вами свяжутся, вручат вам египетскую симку, уточнят даты и время выезда на экскурсии, и вы сможете прокатиться в места, в которых из 36 миллионов постоянных посетителей сайта Одноклассники были только 150 человек. Теперь их стало на четверо больше. Потому как охочая до впечатлений четверка из представителей Центра микрофинансирования и туризма, меня, естественно, руководителя ансамбля восточного танца Амрита и оператора и жены по совместительству, а также юной, но поднаторевшей в искусстве танца живота Дарьи Нефертити, сразу же после прилета решила поехать в круиз по Нилу на пятизвездочном лайнере, стартуя с Верховий от Асуанской плотины и озера Насара и заканчивая воеждж в Люксоре.